А потом задумался, говорит, вообще-то 12 лет назад я ломал ключицу. Ну вот, я говорю, прибор показывает про вашу ключицу, все нам. Ну вот то же самое, через 10 минут вот его фотография с кулоном. Крубочку раскрываете, дивертор прикручиваете к фильтру одним концом, а другим концом вот этим прикручиваете к крану. Что находится внутри фильтра? Когда вода попадает внутрь фильтра, она попадает вот в эту зону загрязненной воды. Затем она попадает на фильтр предварительной механической очистки, расположенный вот здесь. Далее вода проходит через специальную сорбционную композицию, сделанную на основе угля активированного и угля импригнированного серебром. При этом могу вам сказать, что здесь находится новое поколение ионов серебра. Ионы серебра в виде наноагрегатов. Вот то, что у нас несколько месяцев назад правительство выдвинуло новую идею, сказало, что мы отстали в нанотехнологиях от всего мира, надо нам быстрее наверстывать, даже теперь есть рост нанотех, которым Чубайса недавно поставили командовать. Так вот, не так все плохо в нашей стране. Вот те наноагрегаты, которые сейчас находятся в сорбенте в этом фильтре, разрабатываются нами совместно с Институтом медико-биологических проблем, ну то есть теми ребятами, которые космонавтов запускают, примерно 8 лет. И уже несколько лет тому назад были получены результаты, которые позволяют получить степень очистки воды настолько высокую, что гарантируется подавление патогенной флоры. И вот основная проблема, которая есть практически со всеми угольными фильтрами, состоящая в том, что когда через фильтр вода проходит, на фильтре не образуются патогенные организмы, то есть вот обсеменение не осуществляется. Но когда вода не проходит через фильтр, но сам фильтр-элемент является влажным, очень быстро начинается обсеменение. В этом фильтре такого не будет. Мы специально проводили исследования совместно с Институтом медико-биологических проблем. У нас есть соответствующие результаты испытаний, подтвержденные необходимыми актами, которые доказывают, что подавление патогенной флоры стопроцентное. Далее после очистки на сорбенте вода попадает на очистку на фильтре окончательной очистки. Он предназначен для того, чтобы мелкие частички сорбента не попадали в линию чистой воды. Внутри этого цилиндрика линии чистой воды находится структуризатор. И в результате мы получаем следующий результат. Вода, проходя через фильтр, очищается от механических примесей. От химически растворимых примесей, обеззараживается и структурируется. После этого фильтра воду можно пить. Ну а теперь я его при вас разворачиваю. Вот видите, я снял с него колбу. Внутри этой колбы находится композиция фильтр-элемента. Как она разбирается? Вот так вот очень легко пальчиком поворачиваем. Снимается прижимное кольцо и вытаскивается вот этот конический элемент, который мы там видим на чертеже. Как собирается? Колбу ставлю. Ставлю сюда конический фильтр-элемент. Конический элемент крепления. Кладу постфильтр. Затем засыпается сорбент. Затем прикручивается это все колечком. И все, фильтр готов. Значит, сорбент будет меняться очень просто. Значит, на первом этапе, где-то ближайшие месяца три, он будет продаваться в пакетиках уже готовый. Вам достаточно будет колечко отвернуть, высыпать старый, засыпать новый, прикрутить и опять собрать. Как часто? В среднем раз в два месяца. Затем вся композиция будет продаваться в сборе. Будет два варианта. Будет вот такая композиция продаваться в сборе. И в сборе будет продаваться вот такой вариант. Представьте, что вот у этих двух элементов как будто появились стеночки. Значит, будет сделан специальный пластиковый контейнер, полиэтиленовый, очень тоненький, внутри которого уже все будет собрано. И тогда вам будет достаточно отвернуть колбус основания, взять вот так вот ее рукой, вытащить из нее старый комплект, поставить новый и прикрутить. Все. Вот то, что я вам сейчас рассказал, появится в течение где-то 4-5 месяцев. Вот теперь я фактически рассказал все, что хотел. Единственное, хочу сказать напоследок следующее. Вода крайне важна для нас с вами. И мало пить только чистую воду. Надо этой водой мыться. Надо ей пользоваться во всех тех жизненных ситуациях, которые в вашей жизни случаются. Так как моя компания занимается производством фильтров с 95-го года, мы производим не только вот такие маленькие, которые вы видите, но фильтры, закрывающие потребности квартир, коттеджей, больших домов. Вот жители Екатеринбурга здесь все. Я думаю, жилые комплексы, Айсковский жилой комплекс, или, допустим, ТСЖ Юго-Западный, или вот комплекс ВДК, улица Малышева, дом 1. Многие из вас знают. Вот на этих больших комплексах стоят мои фильтры, которые вы можете увидеть на фотографии. Вот такой фильтр только различных производительностей. То, что я показываю здесь. Если у вас проблема с водой, с наличием механических примесей, надо ставить только один фильтр, который будет удалять механические примеси, затем структуризатор. Если в вашей воде есть еще проблема с химически растворимыми вредными примесями, надо поставить два фильтра. Первый фильтр будет удалять механические примеси, второй фильтр будет удалять химически растворимые примеси. За ними структуризатор. И тогда вы сможете пользоваться чистой водой, подобной по своим свойствам талой родниковой воде.